Добрый день, друзья и коллеги! С вами Наталья Луната и традиционная минутка о войлоке. Я обещала отвечать на ваши вопросы. Первым вопросом было, какие существуют варианты нанесения рисунка на войлок. Будем думать так, что вот создание поверхности войлочной с рисунком, что у нас может быть? Мы можем изначально выложить рисунок другой шерстью или волокнами и его увалять. Это может быть войлочная акварель, это может быть техника такая трафаретная для мокрого валяния, когда мы орнамент или рисунок вырезаем из префелта заранее подготовленного и потом уже выкладываем вот этими фрагментами префелта на основу шерстяную, опять-таки приваливаем. Это может быть нанесение рисунков самых разных с помощью ровницы или нитей шерстяных, причем это могут быть достаточно графичные рисунки. Тоже наносим, выкладываем, приваливаем. Мы можем на войлоке уже наполовину готовым, подсушенным, этот рисунок набить иголкой. Просто ли из шерсти можем ровницу выложить, вот еще один вариант, подбить иголочкой, сформировать этот рисунок и довалять наше изделие. Можем просто по-сухому этот рисунок нанести, можем сделать вышивку по войлоку, можем сделать войлочный пейчворк, когда раскладываем ткани для нунофелтинга не просто абстрактными какими-то узорами, можем из этих тканей вырезать какие-то фигуры, каким-то можем сделать мозаику пейчворка, да, вот красиво это тоже будет уже рисунок на войлоке. Можем на готовый войлок пришить какие-то лоскутики красиво, будь то это мозаика или что-то сделать аппликацию на войлоке. Можем из другого войлока сделать аппликацию, пришить на нашу войлочную основу. Дальше уже по краске. Можем нанести рисунок акриловыми красками для текстиля, проверено, работает. Можем нанести рисунок красителями, кислотными, тем же самым жаккардом, допустим, тоже работает. Есть трафаретная техника нанесения рисунка, продумываем трафарет, по нему этот рисунок красками тоже наносим. Сейчас многие печатники, да, вот кто наносит термотрансфером рисунок. Войлок берут в качестве материала основы, правда всегда просят какой-то фрагмент для эксперимента. Пожалуйста, можно попробовать термотрансфер на войлоке. Что еще? Есть техника выжигания на войлоке, да, есть техника распыления, да, вот как шелкография, да, точно так же вот можно всякими разнообразными красками распылять рисунок наносить. Есть перманентные маркеры для текстиля, работают они еще и на войлоке. Если я что-то упустила, пишите, пожалуйста, комментируйте, да, вот по крайней мере это вот то, что у меня тогда вот в голове, я думала так для себя, перечисляла возможные техники, да, как бы я пробовала наносить рисунок. А, ну вот еще, конечно же, есть эко-принт и медиум-принт. Эко-принт, да, это когда трансфер рисунков листиков переносится. Медиум-принт, это когда еще используются не только натуральные синтетические красители, через ткань-посредник, да, вот как бы, вот, пожалуйста, еще вот это можно отнести к вариантам, в общем, всякого разного рисования и создания рисунков и орнаментов на войлоке. Если что-то еще знаете, обязательно сообщите. Буду очень благодарна. Всего вам доброго. Удачных войлочных экспериментов. До новых встреч!